здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи по скайпу израильский врач рустам джабаров здравствуйте рустам здравствуйте я дополню ваше представление доктор джафаров работает он врач ортопед специализируется на проблемах позвоночника и работает в израильской больнице барзилай а наш интерес к нему продиктован тем что рустам вот в последние дни когда у нас началась эта проблема с коронавирусом стал просто героем русскоязычного сектора израильского интернета он записал несколько роликов о том как он заболел и находился в карантине они вызвали большой живой интерес и соответственно мы тоже решили поговорить с доктором джабаровым русском скажите пожалуйста я не понял и только вы просто оказались в карантине потому что вы вернулись из-за границы или вы заболели я ездил на профессиональный курс по позвоночнику в бельгию на тот момент это только все начиналось и знали что коронавирус на где-то китае и там на севере италии и бельгия как бы не было закрытой страной так я поехал вот на этот курс был там с 3 по 5 марта и вернулся это были выходные дни когда я вернулся но через полтора дня я почувствовал что я вот признаки когда как будто как гриппа что я заболеваю не надо было на следующий день идти на работу как бы начинать неделю рабочие но закрывалось сомнение несмотря на то что бельгия была как бы не закрылась страна не нужно было быть карантине я решил поговорить с инфекционистом нашей больницы что он думает приходить не на работу не приходите он посоветовал чтобы я не приходил на работу чтобы меня взяли этот мазок и оказалось что вот я как-то уже болеют и корону понятно и вас сразу отправили в карантин на следующий день меня госпитализировали в больницу в барзилай это тоже опять таки было новое я был в этом отделении первый пациент и потом на следующий день там еще по госпитализирую пациента и первую неделю вообще были с ним вдвоем то есть это было такое относительно начало скажите пожалуйста по поводу изоляции потому что в том же интернете бродит много слухов версии рассказов потом как все это происходит есть много жалоб что люди находились заболевшие находились чуть ли не в одной палате с просто больными людьми есть разговор о том что было по несколько чек в одной палате расскажите пожалуйста как все это было вот в реальности устроена в вашем случае отделение в каждой больнице сейчас было как бы указание для израильских израильского министерства охранения что каждая больница она готовит там одно или два отделения для крона вирус потому что было до этого как бы думали какую-то больницу отдельно отдать для коронавируса и было решение что нет каждая больница будет просто иметь отделение и раньше этих отделений не было и поэтому подстраивали под это существующее отделение там где я был это было старое ортопедическое отделение которое ортопедия переехала полгода назад новое здание а это было как бы законсервированное отделение вот его сделали для корона я туда попал и там как обычное отделение вот больничное там есть комнаты для одного человека на них комнат для двух или троих и опять таки на тот момент у нас всего было двое но потом отделение начало заполняться и там были люди которые и два человека в комнате и один человек был в комнате когда не больше чем это два или один человек комнате как было организовано ваше лечение я имею виду как с вами обращались общались врачи может я знаю что есть статистика что у нас много врачей заразилась причем именно общаясь с больными насколько я знаю в израиле мало таких врачей почти может быть даже нет да мы слышали что в иране например и в италии да там врачи заражались из-за того что они в постоянном контакте на большая очень большой наплыв пациентов был у нас по-моему нет этого и изначально вообще когда я госпитализировался я удивился немножко как бы положительное такое удивление было я увидел что за короткое время руководство больницы до приготовила как бы отделение чтобы возможно было даже не без прямого контакта лечить людей то есть там была специальная комната оборудована который как бы телекоммуникация тоже с врачами и устройство специально новые которые я в своей врачебной деятельности никогда раньше не видел что можно вот это специально там гаджет и вот это специальное устройство можно и себя самого послушать пациента слушать его фактически на состоянии врач и самого места даже пациента комната пациента него койка рядом с ней было приготовлено все необходимое для личной как бы гигиены включая трусы и носки и шампуня и также все для чтобы человек сам мог себе даже проверить там давление температура и ситуацию кислорода в крови как бы все это было организовано очень неплохо и телефон стоит у каждой койке стоит телефон который нажатием кнопки ты можешь по видео связаться с медсестрой с врачом это меня как бы даже работающего в этой системе удивило как бы положительно русама скажите пожалуйста я не знаю собственно говоря как проходил сам процесс лечения и в чем он заключался и был ли он вообще но есть такие вещи как процедуры я не знаю прием лекарств может быть еще какие-то вещи их дистанционно не сделаешь да опять здесь как бы мы можем определить три категории больных легкие которые я видимо был легкий я до болел но это как бы было не больше чем любой другой грипп фактически там температура чувствуешь слабость в течение недели это проходит но были люди уже когда и таки вторая неделя по и начали поступать больше и больше людей я уже видел людей которые вот средней тяжести что такое средней тяжести человек который тяжело дышать принципе там него допустим воспаление легких ему нужно получать кислород и он уже это человек который не всегда сам может пойти взять себе еду или сам пойти в туалет тут уже сложнее тут на расстоянии действительно не сделаешь и уже вот вторую неделю сами врачи и медсестры вот этих специальных костюмах уже заходили и сейчас они я уже будучи вернувшись на работу я тоже зашел попросил зайти в это отделение в основном чтобы пообщаться и поддержать пациентов морально потому что морально там тяжело немножко находиться потому что не знаешь когда тебя выпустят это как бы закрытое отделение совсем ты не можешь выйти там погулять на улице и уже мест персонал находится все время уже на территории на эту территорию они конечно ответы и третья категория больных тяжелые которые уже до которой нужно вентиляции искусственно легких которые могут вообще ничего сами делать и они нуждаются в постоянном уходе поэтому опять таки в начале врачей не было и легких пациентов чтобы не нагружать не одни специально не переодевались люди не заходили для того чтобы знаю померить давление или поговорить с тобой так вот это целикоммуляционная комната она очень помогала но чем более тяжелой больные тем уже больше конечно персонал находился уже в отделении понятно русам вот вы сейчас сказали как внимательно к вам относились к вам и тем кто был еще в этом отделении как все это было хорошо устроено и вы рассказываете об этом в своих сюжетах в интернете рассказывали точнее скажите пожалуйста но вас тогда если я правильно понял было буквально там два-три человека когда вы были а вот сейчас когда нагрузка значительно возросла я не знаю сколько конкретно в этом отделении вашей больнице людей но во многих отделениях десятки сотни людей и до сих пор вот так же все хорошо все организовано без проблем да я на прошлой неделе вот заходил в это отделение сам из общался вот из медперсонала и девочки медсестры извиняюсь нас прерывается да немножко связь подвисает у нас да да я понимаю и девочки медсестры они мне объясняли что я уже когда выписался даже это уже было я уже бы уже было отделение более полное 20 с лишним человек на тот момент когда я вчера не вчера на прошлой неделе зашел в отделение то было около 15 человек но я имею ввиду уровень ну я не знаю подходит ли в данном случае такого такое слово как обслуживание но уровень оказания помощи сохранился тот же что был когда 23 человека однозначно да 23 человека не нуждались в особо вообще ничего кроме там спросить какое у вас давление сегодня опять-таки ситуация я общался с людьми которые вот средней тяжести легкие которые тоже находятся там и каждый человек практически каждый человек говорил что как бы у него благодарность к людям которые ухаживают за ним и я не видел людей которые вот недовольны понятно рустам у меня к вам практически заключительный вопрос он касается всех тех дискуссий которые развернулись в основном социальных сетях да и в сми в том числе и среди ваших коллег хотя их меньше потому что они профессионалы у нас же сейчас все стали были раньше политологи стали сейчас все вирусологи эпидемиологи специалисты но тем не менее люди задают вопросы и спорят по поводу этих вопросов и до сих пор хотя эпидемия то есть пандемия уже как ее определил ввоз длится уже не первый месяц до сих пор люди говорят а чтоб сыграть чем вы нас пугаете но каждый год у нас есть эпидемия гриппа до каждый год в мире гибнут умирают от этого десятки даже сотни тысяч людей но по этому поводу не водят карантинов не устраивают людям вырванные годы не отправляют людей на безработицу и так далее и тому подобное вы как человек прошедшие все это как врач скажите пожалуйста может быть в этих разговорах есть доля правды и люди про или люди просто не понимают всей серьезности ситуации здесь вопрос как гуманности где-то наверное тоже гуманности знаю что как бы страдает тяжело в основном более пожилое население хотя есть случаи молодые тоже как бы совсем не застрахованно здесь речь идет о гуманности если мы просто отпустим это чтобы все быстро заразились и выздоровели но надо быть готовым к тому что опять таки процент населения которые нуждаются в вентиляции легких даже если скажем один процент допустим скажем даже один процент один процент от 9 миллионов израильского населения это очень много то есть надо быть готовым течение это допустим если мы полностью бы это отпустили на самотеку в течение месяца двух появится очень большое количество людей как вот в италии это случилось который нуждается в большей помощи чем просто обычно опять-таки дать ему таблетку именно нуждается в гораздо большей помощи и тогда получается здесь это менее гуманно совсем не гуманно сказать вот вот 90 допустим лет человеку начать тебя не лечим и ты обречен допустим да вся нация переболеет и через месяц-два жизнь вернет в русло но когда будут много братских могил с пожилыми людьми которые будут еле успевать хоронить что мы видим что в америке вот сейчас тоже на когда вот пик смертности что людей хоронят там я видел это факт братских буквально почти могила говорят парк когда я бы не очень хотел чтобы это случилось мы же живем все таки государстве которые более гуманно и у нас есть социальные страхования и мы не хотим и потом если мы говорим абстрактно об одном проценте людей каких-то неизвестных людей это одно когда это касается вас лично это человек может совсем по-другому решать уже понятно рустам большое спасибо что нашли для нас время всего вам доброго и оставайтесь здоровым взаимно спасибо всего хорошего до свидания напомню что с нами на связи был врач рустам джабаров всего доброго